Всем привет, с вами Клеопатра! В этом видео из уст самого Илки Паананина мы узнаем основные цели на 2023 год у компании Supercell. А если вашей целью в Клэше является найти действительно активный клан, который будет развиваться по всем направлениям, то хочу посоветовать клан 20 уровня Полуношники. Прием ведется начиная от 13-й ратуши для активных игроков, которые хотят участвовать во всех игровых режимах, а также заинтересованы в пуши кубков для попадания в топ по основной деревне. В клане крепкий состав из 15-х тоунхолов, но всегда есть к чему стремиться, поэтому если ты до сих пор без клана, обязательно заглядывай сюда по ссылке в описании к этому ролику. Сегодня на официальном сайте supercell.com вышел ежегодный пост от Илки. В этом посте каждый год он рассказывает о планах на грядущий год, в данном случае о 2023, а также рассказывает об основных задачах и проблемах, которые сейчас есть в компании. Пост очень длинный, здесь очень много текста и для того, чтобы не утомлять вас чтением англоязычных скриншотов, я буду показывать на фоне атаки и параллельно рассказывать об основных моментах. Ссылочку на статью я оставлю в описании, если будет интересно почитать оригинал, вы всегда сможете это сделать. Прежде всего, стоит напомнить общую концепцию компании. Supercell нацелена на создание таких игр, в которые игроки будут играть годами. Это хорошо видно на примере Clash of Clans, Hay Day, Brawl Stars, Clash Royale, то есть все игры, которые принесли успех компании, они содержат в себе тенденцию на долгосрочную игру. Конечно, далеко не каждый человек играет в эти игры длительное время. Многие начинают, бросают через месяц или через неделю, но те игроки, которым действительно нравится игра, могут без устали играть длительное время. К примеру, я скачала Clash of Clans в 2014 году, сейчас в 2023 я играю практически 10 лет, и во многом игра для меня все еще интересна, что, на мой взгляд, является очень хорошим достижением, потому что мобильные игры действительно имеют короткий срок жизни, и многие игроки их бросают спустя короткое время. Поэтому Supercell всегда ставили для себя самой главной задачей создавать такие игры, которые будут притягивать внимание игроков на длительный период. И на самом деле, на мой взгляд, это очень верная концепция, потому что, когда у тебя есть лояльный игрок, которому нравятся твои игры, его проще удержать, чем привлекать в игру новых игроков, которые, возможно, не будут заинтересованы в этих играх. Создав Clash of Clans, Brawl Stars, Clash Royale, то есть те игры, которые до сих пор интересны миллионам игрокам, компания пришла к следующей проблеме. Когда ты выпускаешь хит, то следующий твой продукт должен быть лучше, чем этот хит. И как его сделать таким? То есть, когда у тебя нет ничего, и ты выпускаешь классную игру, ты молодец, ты нашел верную идею. Но когда у тебя уже есть до этого успешные проекты, аудитория и другие игроки ожидают от тебя чего-то еще более крутого. И получается, что каждый раз вот эта планка повышается. То есть, тебе нужно сделать такую игру, которая будет еще успешнее, чем твой предыдущий успех. И как автору контента, мне эта проблема очень близка. Когда ты сделаешь что-то действительно успешное, то твой следующий продукт должен быть еще более успешным. И часто это не так просто, как кажется. Поэтому сейчас Supercell сосредоточены на том, чтобы сделать еще более успешную игру, чем Clash of Clans, Brawl Stars, Clash Royale. И сами понимаете, что это будет непросто. При этом разработчики должны поддерживать качество текущих игр, которые сейчас нравятся и любимы многими игроками. Ведь это база, которая никуда не уходит и которая должна поддерживаться и развиваться, а новые игры – это эксперименты. Поэтому очень много игр намеренно убиваются компанией, и если они видят, что на этапе бета-теста или даже до бета-теста они не будут интересны игрокам, то их просто закрывают. За примерами далеко ходить не надо, Clash Quest недавно закрылся, Everdale, но про него мы поговорим немножко позже отдельно. И такие игры, возможно, кому-то единичным игрокам и нравились, но в целом компания не видела в них перспективы. То есть она считала, что даже на этапе бета-теста эта игра не будет лучше, чем Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, а значит ее нужно убить. Еще одна специфика Supercell, что в этой компании существуют небольшие ячейки. Supercell в переводе с английского означает супер ячейку. То есть все сотрудники разбиты на небольшие команды, каждый из которых работает на своей задаче и на своей конкретной игрой. Это говорит о том, что разработчики Clash of Clans, к примеру, не взаимодействуют с разработчиками Brawl Stars на постоянной основе. Такой подход дает каждой команде развиваться как бы в свою сторону, что при этом делает каждую игру по-своему уникальной, особенной и нет такого, что одна игра копирует другую. При этом сами команды довольно маленькие, то есть в каждой команде находится порядка 10-20 человек, что для такого гиганта как Supercell крайне интересный подход, потому что, как правило, в других компаниях над игрой работают огромнейшие команды. Однако эта тенденция начинает меняться, потому что последнее время на официальном сайте Supercell.com я часто вижу объявления о новых вакансиях. И сам Илка в своей статье рассказывает, что сейчас он заинтересован в расширении уже существующих команд по запущенным играм, что в свою очередь приведет к расширению команды, которая работает над уже существующей игрой. При этом новые игры, которые еще пока не вышли в релиз, будут все так же иметь небольшие команды. Как это скажется на играх, пока непонятно, потому что, насколько я понимаю, этот подход довольно новый для компании, и я думаю, что они сами пока еще не знают, чего от этого ждать. Но такая тенденция действительно сохраняется, вы можете сами глянуть количество вакансий на сайте. Еще одним интересным моментом можно назвать расширение платформ. Supercell это компания по мобильным играм, но при этом Илка считает, что они вполне могут развиваться и в сторону ПК-игр или консольных игр, что тоже крайне необычно, потому что никогда компания так не делала. Я крайне сомневаюсь, что прямо в этом году у нас выйдет какая-то ПК-игра от Supercell, но то, что компания это рассматривает, смотрится довольно интересно, потому что в будущем, возможно, мы что-то увидим на ПК или консоли. При этом отдельно стоит отметить, что Supercell уже сейчас сотрудничает с разными другими студиями по созданию игр, причем некоторые из них вообще не специализируются на мобильных играх. А что касается Everdale, о котором я упоминала раньше, то саму игру Supercell закрыли, но при этом полностью передали ее разработку другой студии, и вполне вероятно, что другая студия сможет довести игру до ума, и она тогда выйдет в релиз, то есть мы еще не полностью похоронили Everdale. Одним из ключевым факторов каждой компании является, конечно, ежегодный отчет о прибыли и убытках. И вот тут, мне кажется, очевидно ожидать, что за 2022 год прибыль компании упала. Почему, спросите вы, хотя, наверное, уже многие догадались. Это связано с ограничением платежей для России и Беларуси на фоне политических событий, и да, Supercell, конечно, это коснулось. Я думаю, что если бы не эти ограничения, то, скорее всего, компания получила бы большую прибыль, чем за 2021 год, потому что игроков становится больше, игры развиваются, и плюс ко всему у нас недавно вышла 15-я ратуша, которая, как я вижу и по своим стримам, и по роликам, вернула очень большой пласт игроков, которые когда-то играли в Clash, но после выхода 15-й ратуши решили вернуться, потому что их это заинтересовало. Подводя итог, я думаю, что в ближайшее время можно ожидать появления и других новых игр от Supercell, которые будут находиться на стадии тестирования, и также закрытия тех, о которых нам уже сказали. При этом интересно то, что Squadbusters, по словам Илки, находится даже далеко не на первом месте по приоритету среди новых игр. Но, с другой стороны, такой жесткий тотальный отбор хорош тем, что если они все-таки решат выкатывать какую-то игру, она должна быть действительно очень годной и должна быть лучше, чем ныне существующая. Хотя мне пока сложно представить, какой должна быть игра, в каком жанре, какого вида для того, чтобы стать лучше, чем то, что уже у Supercell есть. В этом плане, конечно, как компании, им крайне сложно придумать что-то еще более крутое. И тут у меня уже вопрос к вам. А что бы вы хотели увидеть в качестве новой игры от Supercell? Как вы считаете, что может появиться такого, что будет лучше, чем уже существующие игры? Напишите об этом в комментариях. А я хочу поблагодарить спонсоров канала. Янис, Сергей, Джак Волков, Дрэгон Айк и сынок Санечка за помощь и поддержку в развитии канала. А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку «Спонсировать» на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмоции и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатра. А клэшерами дня сегодня становятся авторы этих комментариев. Если хочешь так же, то прямо сейчас, оставляя интересный или забавный комментарий к этому выпуску, не забудь подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я желаю тебе удачи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok